Вот, пожалуйста, оценки за тест. Утина 2, Ивлева 3, Галеева 3, Жукова 2 и только одна Мартынова, как всегда, 5. Плохо, девочки. Очень плохо. А почему неправильно? Ну, после секса нужно похвалить мужчину. Милочка моя, это замужняя жизнь. После секса нужно встать, подойти к стиральной машине, достать белье, иначе за ночь все циреет. Вариант Д. Блин, да нафиг эти курсы вообще нужны, если сертификат купить можно. Ага. Я видела таких, вот так она покупает сертификатов, а потом жалуется, что их свекровь ночью пыталась половой тряпкой придушить. Что и такое бывает? Послушайте, это же тема целого семестра. Как с помощью вантуза обезвредить свекровь с половой тряпкой? Так, давайте. Я задавала вам домашнее задание, да? Да. Ага. А что нужно говорить мужу, когда с карточки пропало сто тысяч? Так, пожалуйста, Утина. Блин, вот ты мелочный. Нет, неверно. Жукова, пожалуйста. Я не знаю, куда делись деньги. А откуда пакеты Луи Виттон? А это... А это... Ну, блин... Неправильно, да, конечно, вы не готовы. Ивлевы, пожалуйста. Я пожертвовала их в фонд помощи сиамским кошкам. Вышла быстрая из класса. Вышла, я сказала, а? Нет, я же стараюсь. Ну как? Прям бисишь ты меня, а? То она сиамских котят спасает, а? То у сирийских тигров. Да тебя кто-нибудь спасет уже или нет? Вышла, я сказала. Пять лет уже сюда ходит, тупица. Давай, давай, Мартынова, что нужно говорить мужу, когда с карточки пропал 100 тысяч рублей? Я не знаю. Она сама. Ему что-то в банкомате нажала, потом ничего не поняла. Мартынова не полный ответ. Алёна, мой Лёня! Я увидела, где вырвала? Молодец! Молодец! Молодец, Мартынова! Прямо очень хочешь замуж, да? Вообще капец! Девочки, давайте поздравим Галееву. Вчера ей молодой человек сделал предложение. Согласна, так себе события. Скажите, скажите, пожалуйста, а когда мы будем учиться любовниц ловить? Чё, хочешь узнать, где лучше прятаться? Тише, Надежки, сегодня мы начинаем новую тему. Брак по расчёту. БПР. Для кого-то это очень важная тема, Жукова, так? Да записываю я, записываю. Путина, как ты думаешь, что такое брак по расчёту? Брак по расчёту? Как бы это сказать-то? Ну, можно своими словами, ну. А, окей. Короче, брак по расчёту, это когда один всё время обошляет за другого. Везде. Всегда и всюду. Мартынова, не надо записывать, тебе это не пригодится никогда. Путина, молодец, молодец, вообще правильно, садись. А, девочки, запомните, самый популярный вид брака по расчёту называется All-Inclusive. Это как? Ну, это когда всё включено, и питание, и проживание, и транспорт. Нет? Скажите, а если вот мужик приходит, всё съедает, берёт ключи от машины и пропадает на два дня, а потом возвращается, опять всё съедает, но уже берёт деньги взаймы, пропадает на неделю, это какой брак? Это дебильный брак. Мартынова, да что ты там всё пишешь, а? Вот про дебильный брак. Здравствуйте. Вы посмотрите. Смотрите, топ к нам пришёл. Это наша легенда. Скворцова двоечница, второгодница. Скворцова, ну давай рассказывай, как свадьба, как развод, ну? Нормально, в этот раз за сутки управились. А всё потому, что человек пропустил занятие утро после свадьбы. Что, смыла косметику вечером, да? Угу. Потому что жених заснул с одной лицей, а потом всё с другой. Всё же понятно, тем более он был трезвый. Алло. Да, ну я же тебе говорила, что мама приедет на выходные, да? Ну, постели на балконе. Ну, конечно, себе не идти. Ну что за тупица, девочки, я выйду на секунду. Ну что, котёнка, как там замужем-то, а? Смотри, пацанец. Не советую. У мужиков, как штамп в паспорте появляется, они вообще ничего не делают. А в браке же так не может быть, чтобы оба ничего не делали. Ну ты прям весишь меня, понимаешь? Достал меня. Так, девочки, хорошо. На чём мы там остановились? Брак по расчёту. Угу. Так, всё, забыли брак по расчёту. Сейчас мы идём с вами на практическое занятие, на котором я вас научу делать профилактическое промывание мозгов и давать тонизирующих люлей мужу, которому, видите, что там не нравится. Да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова